ну что ж всем снова здорово решил наконец-таки сделать шаг навстречу подписчикам как это полагается делать будучи хорошим человеком наверное и записать игру который давно уже просили в комментах не просили говорили что вот было бы заебись если ты обосрался играя в амнезию пару раз и мы поржали удар распиздяйством юмором и оптимизмом по хоррору какому-нибудь и наиболее чаще всего упоминалось именно амнезия я в нее раньше не играл это огромный плюс для меня и для вас и вообще но имейте ввиду что несмотря на то что в коем-то веке решил записать игру который просит подписчики однако и все мы должны прекрасно понимать что всем я угодить ним не смогу исключительно в силу физиологических возможностей что надо спать надо есть надо то есть но нет у меня времени про поиграть во все ваши любимые игры какие там успели выйти за последние 20 лет так что вот понемножку да вот есть время вот буду там вот это вот всякое вот это записывать а так конечно же в приоритете все равно будут новинки так что давайте относиться с пониманием все дела что-то что за шрифт блять чудо друг другая это даже на у не похоже знаете я мы как-то раз гуляли нашли два могильных камня на берегу реки им было лет сейчас скажу нет я даже не вспомню но знаете там на них было написано все вот этим сладо старым славянским шрифтом на 7 месте покоится раб божий и так далее вот очень похоже на это тоже хрен прочитаешь так новая игра начать на углу но сюжет все уже знает что в двух словах просыпаешься в замке нихуя не помнишь ну видать с бодуна наверное где я вчера был что я вчера пил и все все что я знаю об этой игре все что они было написано остальное видимо по ходу игры а еще что персонаж сам себе оставил записку грит я добровольно решил все забыть лучше не вспоминать этот кошмар наверно с очень страшный бабы проснулся или перепихнулся потом проснулся убежал перед началом игры разработчики умело и долго пугали меня своими советами типа в этой игре персонаж уязвим а ты это враги очень сильные проявляя смекалку выключи свет одень наушники и чё пик в очко забей чтобы не обдристать свое кресло вот чего там не хватало только остальное обо всем предупредили и так игра напоминаю вышла уже довольно давно и четыре или пять лет поэтому ждать какой-то графики тут заточенный потолку лос рифт или что-то вроде не приходится спасибо что хотя бы full hd есть то ладно да ну вот это вот она вода 2010 года вот просто даже вот что то что это вода можно понять только по звуку ну ладно хрен ли тут говорите перду пердел что игра турницы закончились неплохо было бы знать что такое турницы конечно это видимо что то что высекает искру а это лепестки роз или кровь я так сразу и понять не могу себе как тут открывать дверь понятно все как в пенумбре но в пенумбру я играл очень недолго здесь все надо а вот турница поднята все надо идет как как в этом мог то дед взял стульчик поставил а на стол значит запрыгнула тут веревочка узелок сплел и так из-под себя стульчак херак и болтаешься но нет к сожалению нет веревки не повесить что бросить предмет нажмите правую кнопку мыши ум не я стул с собой возьму этим стулом знаете он дубовый крепкий блин может отбиваться просто от врагов налево и направо с какой стороны стороны бы они не напали в власти такой роскоши не было вот прям представляю как я бы проснулся замок страшно ни хрена не помню я бы вот взял этот стул реально и орал выходите все кто хочет ну потому что все равно лучше на мой взгляд встретиться с опасностью лицом к лицу как можно раньше чем играть с ней в прятки особенно если тебя все равно найдут карты нету да есть бля какой у него почерк пиздявый а еще учителя про мой что-то говори что у тебя тут написано в твоем сочинении не знаю вот она тьма сгущается мой был моего персонажа видать ноги заплелись он уже на карачках пополз здесь тоже капли крови получи рыцарь получи я вам башку с него смотрите реально можно рыцарю я же вам говорю я вам базарю этот ли это 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 наверно убер оружие этой игры его случайно открыл просто видите больше ничего не оторвать вообще если я я бы играл этим персонажем и очнулся в замке я бы уже эти доспехи на себя дел давным-давно в них конечно не убежишь но я бы в них и убегать не стал уж чего уж можно бояться в доспех закрыта и у персонажа от громких звуков болит голова ну реально бадум то есть вообще без вариантов ну чё кто-нибудь выйдет получи человек-невидимка халат это чё свет включать что турница турницы нужно чтобы зажигать свечи другие источники света сумки пока насколько у вас осталось турниц в власти батарейки тут турница нимбус нимбус 2000 мне это анонимбус 2000 потому что она не летает венгардиум левиоса ладно пойдем мы мое верное оружие для схватки в рукопашную вы знаете в игре не хватает света я в вегасе попробую осветлить потом но не обещаю чё там есть что осталось поболтаем пусто у меня есть идея как знаете по аналогии с dark soul сейчас я зачарую оружие огнем нет нельзя к сожалению поджечь стул я думаю просто если в этой игре есть монстры не увидим с горящей табуреткой наперевес они от меня первые кинутся на утёк кто-то дышит я не знаю то ли у героя у такого дыхания злое то ли за мной уже какие-то привидения ходят не я от это а бегать тут можно не тут можно ходить быстрыми шагами нет или мне кажется присесть можно ёпта шаги кто-то идет на всякий случай дадим рыцарю пашбану чтобы не ожил у меня за спиной мама подкралась и юбкой шурша бах тубаретка и нет малыша ну где кто я не понимаю мой герой какой-то инвалид он блин даже врага еще не увидел но уже загнулся почему-то я вцепился в табуретку не отпускаю видимо у меня знаете привидение попыталась вырвать стула я и не отдал уже можно собой гордиться разнести что весь этот замок кровь какого-то цвета знаете розового фиолетового не знаю о боже очередной человек невидимка выходит еще один аноним бус 2000 и ни черта тут не видно картины полки очередной рыцарь теперь уже без шлема чё происходит с этим героем такое чувство как будто я играю в метро 2033 у меня противогаз снова запотел дверку пошире о боже подсказка помните что находясь на ноте вы постепенно утрачиваете рассудок сжигайте свет с помощью турницы найдите турниц или найдите иной источник света это какой интересный источник света должен найти а я понял а ее взять нельзя бля я потратил турницу на в том месте где и так светло а чё тут вообще теперь нихуя не видно о вот и все что надо было сделано будем знать так в шкафу там никто у героя главное такие руки длинные охереть есть такое ощущение что из дальнего конца комнаты могу дверцы в шкафу открывать так ну и что за комната нахрена я тут свет зажигал что тут есть какой-то скрипач держит скрипку так как будто он не знаю на гитаре играет а тут тоже какие-то римские солдаты устроили сходняк ну и самая интересная картина конечно же писающий мальчик смотрите иисусу кто-то лестницу подставляет кто-то голожопый ну не знаю я таких картин я видел много распятий но как-то вот это какое-то странное как-то не кучно больно висят они чуть ли не лицом друг другу повисли и опять ни хера не видно не герой решительно не бегает в этой игре я не знаю я опасность какую-нибудь вижу я убегать убежать то не смогу даже да это не та игра где под лестницей ложат секреты да о блять кому-нибудь вообще камнем по башке брошу старые архивы вот так вот я ушел дальше а мое верное оружие осталось где-то позади не очень круто так другие дети подбадривали его все громче называя его имя и призывая к действию давай чё ты ждешь это видимо про джейсона и пятницу 13 когда джейсон утонул плыви джейсон ну сними ты факел со стены с этой темноты боишься ну ёпта рукописи не горят не помню кто это сказал но видимо он знал о чем базарит это какой-то поет был а что а а по-моему по немецки амнезия написано знаете это достойная реклама какой-нибудь книги просто реально в книжном магазине вот так положите на факел при сильном испуге или шоке ваш рассудок пошатнется однако вы можете вернуть ему ясность решая головоломки продвигаясь вперед какие головоломки я помню что мне надо оставаться на свету вот наверное первая головоломка да какого хрена тут обводилась крыша надо угадать что на кровлю починить или чё у моего персонажа здесь едет чердак хотя там светло абсолютно я вообще походу сути игры не улавливаю тут тут же светло как блин не знаю понятно тут нихер делось не вижу никакой здесь загадки кроме того как той почему у персонажа течет чердачевский что из окна свет тоже светом не считается надо именно воу это магия надо именно свет зажигалки что ли о боже полтергейст возьмем черный гримуар и попробуем что-нибудь наколдовать в ответ о сундук оп тут походу другого лута в принципе не бывает да какое кресло какое кресло как это не открывается а что делать тогда я чё где-то ключ не взял да ёпта медь давай пошли а вот он научился бегать сразу это что там что-то открылось впереди и кто-то даже рыкнул в мою сторону фонарь можно бросить? фонарем можно дать по башке? я бы дал такое ощущение что мы в жопе у дракона и у него мурчит в животе я правильно понял что это сундук? сейчас я его открою пацаны блять на совесть сделали еще на при царе батюшки так ну и че тут ковер не знаю зачем о а щит нельзя со стены снять? почему нельзя взять в руку меч? щит на хрена мне вот это говно книжки хуишки так наверно надо чем в печке посмотреть например на ужасно нарисованные дрова я что-то не понимаю где загадки где головоломки подбросим дровишек туда но по-прежнему какие-то розовые розовая кровь какая-то осколки держи бутылку правильно что фонарь временный был поднято масло для лампы 12 августа 1839 года хотел бы я спросить тебя помнишь ли ты хоть что-то боюсь когда я выпью этот эликсир в твоей голове не останется ни одного воспоминания эликсир не бойся даниэль не могу объяснить тебе почему но я выбрал забвение постарайся найти в себе силы потому что у тебя есть цель ты мой последний шанс все исправить но очень надеюсь что имя александра брененбургского все еще вызывает у тебя гнев если нет то тебе не понравится то что ты должен сделать иди во внутреннее светилище найди и убей александра он старый слаб а ты молод часа у него не грохал ты легко с ним справишься и еще одна за тобой идет тень оба же это оживший кошмар который разрушает все на своем пути я перепробовал многое от нее не уйти ты должен продержаться как можно дольше и беседу и наши общие грехи даниэль спустись в подземелье к александру и убей его бывший ты даниэль охуительная новость на кладбище разлил он волшебный эликсир почему-то я не могу это опустить что это легкая головная боль ну журнал от что фонарик пустошен так что почему это кочерга бля того ни хера себе тут амплитуда движений дверь захлопнулась за ним и он знал что больше не увидит старого портного с баркли сквер еще одна одинокая душа в лондоне похоже на всех остальных о божечки до хором это тесные не царские палаты это в замке александр да в каком-то смысле пойдем возьми фонар ты был камере переработать верно не думаю она связана с как вы назвали ибарика эликватория самый главный кто-то мол опью и не херово на брызду на самом деле глубине скал под бренненбургом не разломать хорошо руками инструментами не разорвать наверное надо было поджечь пошла в жопу не веди их ко мне пусть тебя там изнасилует потом встретимся слышали эти крики наивная женщина я сразу вспомнил анекдот ай помогите двое насилуют через минуту она помогите трое насилуют архивы нет в архивах я уже был тут закрыто все лежат таблетки викадина которые здесь называют турницей на самом деле я думаю что с этого героя с турниц так штырит и плющет они с какого не ужаса и не тени так ладно надо пойти спать спасти телку вдвоем то веселее во вторых когда рядом телка ты всегда такой получаешь баф где-то плюс восемьсот к храбрости наверно блять даже если ты последнее цикло хотя смотри какая тёлка винный погреб но и откуда она орала но я думаю что ее шпин доходят 9 винном погребе но нет лабораториум лабораторию кто-то завидать зажал там среди склянок он упал на кухонный пол из глаз покатились слезы когда он получил первый удар в живот ханна осталась в укрытии она боялась что я тоже накажут тихо тихо так так что у нас тут да хватит бздеть блядь за ёпт и бать этот дракон проголодался надо быстрее скормить ему принцессу дерьмо какое-то на полу кто насрал в видном погребе обалдею кто там должен выбраться отсюда иди сюда я выберешься и отсюда и оттуда это склянка это уже третья попытка создать эликсир жизни искусства собственным способом ранее использованные компоненты недостаточно сильны но я чувствую что нахожусь на верном пути каламин и аури пигментин необходимые окупиков и короче понятно эксперимент провалился у раствора высокая кислотность он не годится и для чего кроме дезинфекции органические ткани особенно уязвимы я понял это чтобы растворить липкую массу заебали этих флешбеки однажды я вернусь если бы не мысль о тебе любимая мне было бы незачем жить когда я совершаю ужасные вещи я стараюсь помнить о тебе пока я думаю о тебе и долгих днях что мы проведем вместе я знаю что я лучше других людей мне жаль их ими движет жажда безграничной власти я же желаю лишь справедливости извращения домой что это такое а это и это он читал эту банку я думаю взять можно там книга с за ней гарри поттер по моему а люстру нельзя сбросить из-за отсутствия вытяжного отверстия дым после моих недавних экспериментов повредил множество незащищенных ингредиентов хранилище часть ингредиентов не пострадала но остальные покрыты гарью покрыты гарри фактически испорчены постараюсь спасти что смогу переместив их в винный погреб все-таки в винных винный погребоз мы пришли за ингредиентами какими-то вот на ней наверно это все та же турница ошень ошень странный винный погреб все больше нет ни хрена где баба орала есть масло для этого есть прикольно еще масляный фонарь и вообще-то он горит очень долго я не знаю почему мне так часто не масло заканчивается обманочка какая-то на языке он чувствовал аромат розы турецкие сладости подумал он такие же как в посольстве в константинополе а винный погреб закрыт у меня нету да ключей от него ингредиенты между прочим винном погребе те которые нужны чтобы растворить вот это липкое говно как я понимаю масло турница за пиписьки которые нельзя почему-то ральтера косы какие-то развелось вас пидоров тут она за ножку взять да что ж такое то да если главный герой не может таракана побороть куда уж там ему о блядь кто эту малофью и забрызгал только что же чистая была вот же херня то на может винный погреб открылся ой герой уже бегать научился видите проходит будунец не может не радовать это что мне в инвентаре склянка для микстур разного рода масло для фонаря фонарь ёб твою мать тут закрыто там закрыто все закрыто нахуй и нашел тугурет а и тут тоже закрыто же было вроде а тут малофья да 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 ну ка но мне нужен ключ от видного погреба где его взять где ты его права фил видимо я уже нашел даже всякие мелочи которые валялись включая что в эту игру надо играть с гуглом наперевес мне кажется я сюда из архивов пришел вроде как не сейчас посмотрим что за архивы я просто не понимаю пока где вообще хоррор чё тут бояться надо не тут не был шикарно масло надо экономить масло мало ну и свет тут не зажечь а можно зажечь хоть же турницы тут попадаются чаще чем масло для фонаря поэтому настоящим я предоставляю себя в полное распоряжение александра барона бернербургского сей контракт действителен три года по истечении которых я вновь буду свободен также александр барон брандербургский обязуется рекомендовать меня по к двору прусского короля и в орден черного орла да не разрушит ни один человек сей печати вильгельм из рода гориха или гериха хуйная барон брандербургский точно что назвать 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 было казалось бы открой окно и беги отсюда нахрен тут ходишь студиум студиум звукозаписинга да о сорочки 16 мая 1839 что-то герой читает сам что-то не сам странно африканское солнце по-прежнему мешает экспедиции копать невозможно до заката до сих пор и на подзове он любит копать обнаружил в этой пустыне нужное место я снова спросил его про гробницу а он в ответ рассказал мне легенду о Тинхинан матери всех людей история конечно занятная но я теперь просто уверен что он что-то скрывает от меня падла тем вечером в песке мы обнаружили проход который вел в подземное каменное строение то про Египет речь это гробница которую мы ищем или про что вообще он приказал защищать ход хотя была уже поздняя ночь и жуткий холод а Алжир завтра я поведу людей в гробницу попытаюсь добраться до усыпальницы а что в Алжире тоже есть какие-то усыпальницы фараонов всяких найдем тут что-нибудь стоящее для британского музея в Лондоне интересно ладно ввиду того что время неумолимо движется неумолимо течет вот кому то надо пойти немножко поработать я думаю что первую серию я закончу именно здесь напишите нравится вам не нравится может продолжать и не стоит хрен узнать по моему мне не очень получается играть в эту игру мне надо что-нибудь такое более бесшабашное тут как то все мрачно на мой вкус которого у меня конечно же нету у нас у нас у нас увидимся возможно в следующей серии если она вообще будет и т.д. и т.п. у нас у нас Продолжение следует...